Доклад посвящен практике управления налоговыми рисками и, в частности, интегрированию систем управления налоговыми рисками в группу компании «Солерс». Группа компании «Солерс» объединяет несколько производственных предприятий автомобильной отрасли, а также торговых организаций и, собственно, управляющая компания «Солерс» акционерное общество. По контролю предприятия — это заводы «Зензер» в Заволжье, Ульяновский автомобильный завод в Ульяновске, также завод по производству «Исузу», на Тальном Востоке — это «Сан Йонг», недавно было подписано соглашение еще по производству автомобилей «МАТА» и, собственно, «ФОР» уже около года. Интегрированная система управления налоговыми рисками охватывает все компании-группы. Управление ошляется и с головной компанией, и, соответственно, контрольны все системы дочерних и начаток компаний. Основная структура системы управления рисков — это повышение устойчивости компании, то есть необходимость управления налоговыми рисками. Мы пришли к такому выводу уже давно, что любые риски подлежат управлению, в том числе и налоговые риски. И достаточно эффективно, если использовать систему управления рисков, то приносит достаточно положительный результат. И можно очень много рисков нивелировать, так скажем, в примитивной системе. Далее, вместо системы управления налоговыми рисками в структуре компании, стандарты определения введены были в группе компаний и ответственность за управление налоговыми рисками. Также методологическая поддержка управления налоговыми рисками производится и регулярно обновляется в группе компаний. Мы рассмотрели систему управления налоговыми рисками как часть комплексной системы управления рисками в группе компаний в целом. То есть это неотъемлемая структурная часть комплексной системы управления рисками. Основная цель компании, как вы знаете, — это повышение стоимости компании. Стоимость компании увеличивается за счет времени, который она существует, и затрат, которые, собственно, производятся для ее успешной деятельности. Стратегическая цель компании, то есть ее стоимость сопровождается определенными действиями, которые несут с собой риски. То есть каждое действие компании получит за собой риск. Риск этот может быть управляемый и неуправляемый. Но для того, чтобы негативные последствия, необходимо риском управлять, в том числе и налоговым риском. Система управления налоговыми рисками взаимодействует в комплексе общей системе управления рисками с акционерами, советами директоров, менеджментом, внутренним аудитом. На слайде приведена схема взаимодействия системы управления рисками с акционерами Совета Диэтал Менеджмента, Комитета по аудиту и внутреннему аудиту. На слайде я выбрала структуру в виде кругов фейлера, таким образом можно определить наличие системы управления риском, входит в корпоративное управление, но в том числе включает систему внутреннего контроля. Внутренний аудит общает оценку деятельности данной системы. Вся система управления риском построена на международных стандартах, это разработчик комитет спонсорских организаций, комиссия ТРД США, название этих международных стандартов управления рисками компаний, интегрированная схема. Собственно, в этих международных стандартах приведено определение риска. Риск – это вероятность осуществления событий, негативно влияющих на достижение цели компании. Но налоговый риск не приведен в этих международных стандартах определением понятий. Вообще, я хочу обратить внимание, что понятие налогового риска не приведено вообще нигде в налоговом законодательстве. И единственное, где это можно встретить, это в теории налогового права. Налоговый риск – это возможность для налогоплательщиков понести финансовые потери, связанные с процессами уплаты и оптимизации налогов, выраженных в денежном эквиваленте. Я привела определение понятий «тихом» в 2002 год, но более близко, понятно, поэтому включили в общую систему налогового риска. Управление рисками осуществляется риск-менеджментом. Это специальное подразделение, которое управляет всеми рисками компаний. И управление налоговым риском также подчинено риск-менеджментом. Это процесс, который непрерывный, присущ нормальному ходу управления и осуществляется, начиная от каждого сотрудника компании и заканчивая менеджментом, советом директоров и акционерами. Это все на определенном уровне управляет системой управления риском. У нас есть определенные уровни управления риском, стратегические, операционные, тактические. Риск-менеджмент, перешление деятельности на всех уровнях принятия решения в компании, ошляя данную деятельность, основные категории задач выведены, стратегические, операционные, отчетные, нормативные. И в структуре указаны компоненты управления рисками. Это внутренняя среда, обстановка цели, определение событий, оценка рисков, реагирование на риск, средства контроля, информация, коммуникации и мониторинг. Компоненты управления рисками внутренняя среда содержат, во-первых, должна быть постановка целей, и вентиликация событий, производится оценка рисков, реагирование на риск, осуществление контроля и конечный итог – это мониторинг исполнения управленческих решений по управлению рисками, в том числе налоговыми рисками. Оценка рисков – вероятность наступления риска, производится определенная оценка, потом вероятность наступления ущерба от реализации данного риска, также оценивается интегральная оценка риска, это вероятность умноженная на ущерб. В случае проведения предприятия по управлению риском остается остаточный риск, который также оценивается и доводится до руководства организации. Разновидности риска. У нас есть присущий риск. Это риск, который существует изначально в потенциальном мире для компании, в отсутствии действий со стороны руководства и по изменению вероятности возникновения или степени влияния данного риска. Оставочный риск – это тот риск, который остается у нас после принятия управленческих мероприятий. Мир реагирования на риск. У нас мир реагирования делится на следующую категорию – это принятие риска. То есть риск принимается в том виде, какой он существует на момент его обнаружения и не принимается никаких действий для его изменения. Следующее – это избежание риска, прекращение деятельности, которое ведет к наступлению данного риска. Снижение риска – это именно разорваться какие-то мероприятия, которые могут не полностью нивелировать риск, но снизить его до приемлемого для именно компании уровня. И передача риска. Это может быть аутсорсинг, аутстаффинг. То есть если компания не может справиться с определенным риском, можно привлечь консультантов, профессионалов, которые будут реализовывать этот риск под контролем управления самой компанией. Дорогия управления налоговыми рисками содержит следующую крупную структуру. Я выделила, возглавляет которую – это единая учетная налоговая бухгалтерская политика во всей группе компаний, которая принимается на очередной финансовый год и актуализируется в течение года по мере необходимости. Также принимаются отдельные единые учетные налоговые политики на год для всех производственных торгов предприятий в составе группы отдельно. Но единая учетная политика, она контролирует все учетные политики, которые созданы в нежестоящих организациях. Затем принимаются методики по поддержанию единой учетной налоговой бухгалтерской политики. В отношении учебной операции в первой группе методики являются неотъемлемой частью ЕОНП. Ее также актуализируется на федератическом поле в течение года. Далее – это шление управления налоговыми проверками. Все проверки, они отслеживаются в группе. Это камеральные встречные выездные, они управляются. И, как правило, все проверки, они плановые, неплановые проверки. Возникают также в случае возникновения какого-то риска, то есть уявляется риск, который может привести к созданию неплановой налоговой проверки. То есть это все равно подразумевает. Разработка принятия в соответствии с новым федеральным законом методики трансферного ценообразования для компаний-группы в соответствии с новым федеральным законом 227. То есть, я, к сожалению, не попадаю под категорию. Концеледированные группы налогоплательщиков имеют соответствующие некоторым критериям. Но в составе группы риск, конечно, налогоплательщиков, по которым мы стараемся работать с Федеральной налоговой службой для заключения соглашений о трансферном ценообразовании. Сейчас здесь работа, но, как было уже сказано, ни о том соглашении еще не было исключено. Мы надеемся. Далее, построение эффективной налоговой функции в группе компаний, который позволит предприятию оптимально распределить налоговую нагрузку на все компании-группы. Также анализ управления арбитражными налоговыми спорами, оценка риска по имеющимся спорам и создание резервов. То есть, в любом случае, если у компании наличие, это арбитражный налоговый спор или у компании-группы, зачернили часть компании, то обязательно в компании создание резерва. То есть, идет оценка потенциального риска, и под этот риск создается резерв в случае возможного вычисления со стороны налоговых органов. Налоговый аудит. Во время внутреннего аудита, как планового, так и не планового, включается обязательно проверка аудит налоговых рисков. То есть, по всем подконтрольным компаниям обязательно проверяются налоговые риски. И последний крупный блок структуры методологии – это такой проект «Переход на электронный документооборот» компании-группы. Недавно у нас был принят совершенно полный пакет документов, которые позволяют перейти на электронную систему документооборота. Наряду с бумажными, первичными документами, так и можно с домен уже, в принципе, бумажных носителей полностью переходить на электронный документооборот, если, как позволяет, информационные технологии, которые имеют в компании, а также в компанию-группы, и в компании-кабрагент. Выбираются провайдеры, которые, осуществляя данные деятельности, имеются нормативные базы. Но сначала мы сейчас пробуем электронный документооборот на примере пилотной компании-группы, которую мы выбрали. Затем это будет проецироваться на документооборот с контрагентом смешанным. Методики по налоговому учету, пример методик приведены. Такие актуальные могу назвать, как методика учета, приобретенная в отчетном периоде в ПМС, работа услуг, по которым не представляются расчетные документы. Кстати, если мы придем на пересторон документооборот, может быть, все-таки оперативно будет оставляться при жилищем документе по некоторым операциям. Нам не придется создавать такие методики. Также методика по применению бультирующих счетов фактов, которые были введены достаточно недавно на раздельный учет операций МВС, 0,18% не облагаемых. Методика учета скидок, бонусы по премии, мы предоставляем продавцов покупателей товаров и другое. Также в компаниях группы отшляется управление головными проверками в группе, камеральным встречным выезднением. В будущем планируется сюда включить проверки по транспортному ценоразованию. Это у нас четвертый вид будет проверок, который совершенно будет отдельный. Выездные камеральные проверки никак не будут влиять на проверки транспортного ценоразования. И, собственно, за начисление по результатам транспортных проверок будут менять результаты выездных камеральных проверок. То есть контролировать этот процесс будет достаточно сложным. Но прежде всего, производится отслеживание сроков проведения налоговых проверок, своевременная подготовка. К таким проверкам отслеживание ситуации, которые способны спровоцировать не главными налогопроверками. Выявление на оповещение главных бухгалтеров юридических компаний группы проведения налогопроверок, регулярные тренинги и семинары, систематизация правил проведения различных видов проверок, систематизация доводится до сотрудников, которые входят в рабочие группы по проведению проверок, а также выявление оценки риска при проведении налогопроверок. То есть в случае оценки, выявления оценки риска в результате проведения проверки будет начислена какая-то сумма, то возможность создания резервов на налогопроверке в случае того, что она расчислена. На данных слайдах выделили основные этапы проверения налогопроверки, которые просто систематизированы, и введены до сотрудников, которые ответственны за проведение прежденных проверок, выездной, помиральный. Собственно, все по кодексу, посмотрели результат, проверили все сроки, все сроки контролируются и отслеживаются по всем компаниям группы. Далее, это федеральный закон о трансферном ценнообразовании, тоже применим компанией, группой. Здесь структурированы просто вкратце условия, которые необходимо соблюдать. Собственно, задача группы в связи с изменениями в законодательстве трансферного ценнообразования – это оценка заключаемых дел на предмет контроля в соответствии с применяемым ценам журналистом уровня, подготовка к единым методике ценнообразования по трансферным делам и документации, совершенствование и внедрение внутренних процессов в области трансферного ценнообразования, включая создание единого документа оборудования по трансферным ценам, заработка и заработка системы внутренних контролей в области трансферного ценнообразования, изменения структуры коррекционного отношения сторон контролируемых дел при наличии рисков, то есть их выявлений и оценки. Планированы задачи группы до первого дня 2013 года. То, что нам необходимо сделать, написать заключение относительно соответствия применяемых методик ценообразования контролируемых дел в рыночном уровне. Методика ценообразования контролируемых дел должна быть создана. Пакет типовой документации, рекомендации контролируемых дел, есть выключенные соглашения о ценообразовании, которые могут использоваться для представления ФНС по теме компании группы, которые являют крупничного платежа. И последний этап – это электронный документ оборот компании группы. Во-первых, перевод первичный документ из бумажного и электронного формата. Это счет фактуры, корректировочные счета фактуры, товарные накладные, торг-12, акт выполненных работ, форма КС-2, акт обоказанных услуг. Основная цель – это снижение налоговых рисков, связанное с несвоевременным получением первичных документов, подтверждающих хозяйственные операции, для их отражения в бухгалтерском налоговом учете. Для нас это особенно актуально, особенно под тем компаниям, группы, которые находятся в отдаленных регионах, например, на Дальнем Востоке. Чтобы достать первичные документы, в определенные операции достаточно много дней необходимо, поэтому если успешно проведем проект переводный электронный документ оборот, я думаю, что этот вопрос снимется. Снижение расходов компаний, группы при переходе на электронный документ оборот и оперативно-своевременный обмен информацией, в том числе с налоговыми органами. Налоговые органы тоже, кстати, сейчас прорабатывают все моменты по тем письмам, приказам, которые были изданы с провайдерами, в частности, с ТАКСКОМ. Они взаимодействуют для того, чтобы наладить систему электронного обмена информацией между налогоплательщиками, что мы не только будем подавать отчетность, но еще обмениваться первичными документами. И в итоге, может быть, на проверке нам вообще не надо будет ни приходить в налоговую, ни к нам не будут приходить, мы просто будем обмениваться все в электронную информацию. Здесь приведены нормативные документы, которые содержат исчерпывающий перечень информации для перехода на электронный документ оборот, выдержки законов, кодексов, приказов, постановления, письма Минфина, соответственно, вот приказ ФНС последний 5 марта, когда были утверждены форматы, что фактур, дополнительные листы в электронном виде, и письмо Минфина от 11 мая.